Больницу привозили, не оказывалось помощи. Они там умирали. Их в этот мешок черный упаковывали и складировали возле больницы. Там сотни их, сотни, которые умерли в больнице от неоказыванной помощи. А на дорогах везде валялись. Везде-везде во дворе у нас два трупа лежали. Многие люди погибли во время приготовления пищи. В районе этой больницы хороший дом, жилой. Люди вышли утром готовить завтрак. Какой-то снаряд прилетел. 18 человек сразу заживо погибли. Двое без вести. Была воронка, туда их всех поместили и закопали. А у соседки умер муж своей смертью. Он старенький был. Она его подняла в пустующую квартиру. Там никто не проживал. Но похоронить она его не могла. А тут ей повезло в том, что дом сгорел, и он хоть не разлагается. У одной соседки по другому адресу. Мать умерла тоже своей смертью. Она ее вытащила в начале марта на балкон. Если не сгорел дом, то там тоже труп находится. Среди смерти ни у кого нет. Если даже вот этот сосед, который сгорел, будучи уже умершим, может, ему и пенсия начисляется. Нет уже. Когда человек умирает, надо сдавать паспорт. Ну, не знаю, пенсии сейчас есть. Нет, мы не в курсе. Продолжение следует...